Кадакан представляет Токуно Казухико Серебряный медалист чемпионата мира в Бирмингеме, 1999 год Йоко Отоши Позвольте мне объяснить, как применять Йоко Отоши Мне не нравится, что соперник схватил меня за воротник Поэтому моя задача решить эту проблему В дополнение к Ипон Сойенаге и Коучу Макикоме Я также стараюсь применять Йоко Отоши В момент, когда соперник схватил меня за воротник Суть в том, чтобы просунуть голову под его рукой И опустить туловище возле ноги соперника, стоящей впереди Некоторые атакуют сбоку, пробуя прижать ногу соперника Но этот вариант менее эффективен Я же опускаюсь телом строго в прямом направлении Вот так, но не так До конца опускаясь вниз, направляю ногу точно вперед Как бы садясь на татами, пока просовываю голову под рукой соперника Мои руки работают совместно, как если бы крутили колесо Я подсаживаюсь таким образом, чтобы мой таз как бы обхватывал его пятку Мои руки работают Мои руки работают Мои руки работают Продолжение следует... Продолжение следует... Важность в использовании этой точки. Здесь есть мягкая часть прямо внутри лодыжки. И с ее помощью я воздействую изнутри на ту же мягкую часть лодыжки соперника. Когда я поставлю внутрь мою рабочую ногу и согну колено в его сторону, соперник упадет. Это должно показать вам, как подцеплять подсекающей ногой. Это то, как вы подсекаете в данной последовательности. Большинство дзюдоистов пытаются применить Коучигари, притягивая подсекающую стопу к себе. Но я предпочитаю направлять свое колено на соперника, нежели притягивать стопу. Благодаря этому я не буду выпячивать свой таз назад и смогу подсечь ногу соперника, бросив его вниз. Я не разворачиваю ступню своей опорной ноги наружу и стараюсь продвинуть ногу пальцами вперед к сопернику, насколько это возможно. Или подсекаюсь такими шагами. Вы поймете, что прием выполнен правильно, если услышите звук. Если вы хорошо сделаете подсечку, то звук будет таким. Другой важный момент заключается в том, что вам не нужно подсекать соперника до конца. Если вы сможете хоть немного приподнять и отодвинуть ногу противника в сторону, и такого действия будет достаточно. Это лучше, чем подсекать до самого конца. По поводу подсекающей ноги, во время создания формы ноги, про которую я рассказывал ранее, я делаю махи этой ногой в стороны. Это одно из моих упражнений. Этим движением я тренирую свою ногу, оттачивая подсечку. Вместо того, чтобы подсекать ногой в сторону спины, я подсекаю наискосок. Подсечка ноги соперника напоминает работу с серпом. В момент, когда соперник движется на меня, я делаю подсечку. Я использую подсечки в различных ситуациях. Подсекаю ногу, когда соперник движется вперед, и скашиваю ногу, когда соперник стоит на месте. Следующий момент, это то, как я использую руки. Я прикладываю свои руки в районе центра его груди. Не прикладывая силу, я подавляю движение соперника. Когда я скашиваю его в этом месте, соперник стоит только на одной ноге, и он пытается убрать подсекаемую ногу в попытке удержать равновесие. Контролируя соперника своими руками и подсекающей ногой, я бросаю его вниз, удерживая соперника прямо перед собой, так что он не может уйти в сторону. И контролируя баланс его тела, я бросаю его вниз. В случае кусот угари, я начинаю прием в схожей последовательности, что и в коуче гари. Но место, по которому я провожу удар ногой, отличается. Я использую тоже место на подсекающей ноге, но для удара. И бью по внешней задней стороне лодыжки соперника. Зачастую я использую эту технику в асимметричной стойке. Хотя я и нахожусь в другой позиции, я подсекаю тем же способом. Важный момент – ударять именно этим местом. Когда соперник стоит прямо, я следую схожей последовательности, как и в коуче гари. Я контролирую движение соперника, отхожу в сторону и совершаю бросок. Я могу следовать этой последовательности даже в симметричной стойке. Я могу сдвинуться с этой позиции и провести кусоту гари. Вот причина, почему я повторяю, что эта точка ноги очень важна. Я могу бросить соперника одним взмахом или следовать за ним, прыгая на одной ноге. Я могу следовать за соперником, даже если он поднял свою подсекаемую ногу. Если я фокусируюсь в этой точке, то могу следить за нужной точкой ноги соперника, даже если он пытается ее убрать. Но если я пытаюсь подсечь всей ногой, то не могу следовать за нужной точкой на ноге соперника, когда он пробует вытащить ее. Этой небольшой точкой я могу чувствовать и замечать движение соперника, плотно удерживая ее. Если у меня не получится подсечь соперника одним взмахом, то я смогу удержаться его, прыгая на одной ноге. Кроме того, в случае кусот угари, в этой ситуации я подцепляю своей ногой и удерживаю соперника, прыгая на другой ноге. Концентрируясь на этой точке, я пробую бросить соперника, следуя за его движением. Подпрыгивая на одной ноге, мне нужно двигаться вместе с соперником. Вместо того, чтобы прыгать сам по себе, я стараюсь подпрыгивать с соперником, который пытается оторваться. И постепенно вывожу его из равновесия, прыгая вслед за ним. Кенки на основе, чуть-чуть. Имеи же я делаю. Что касается Йоко Атоши, то я знал в прошлом одного иностранного чемпиона, чьей отличительной техникой была Катагурума, и я старался подражать его технике. Однажды так случилось, что я открыл лучший способ исполнения этой техники, чем его Катагурума, в результате чего и появилось мое Йоко Атоши. После возникновения идеи Йоко Атоши, я начал практиковать эту технику. Это заняло целых 4 или 5 лет, прежде чем я смог применять ее на соревнованиях. Это один из самых заметных эпизодов моей карьеры в дзюдо, потому что я смог наконец стать мастером этой техники после продолжительных и тяжелых тренировок на протяжении многих лет. Послание семье дзюдо Я убежден, что по сравнению с другими видами спорта, вы не обязаны быть талантливыми с самого начала ваших тренировок. В других видах спорта вы можете оказаться в невыгодном положении, если недостаточно высоки, или должны иметь лучшие сильные стороны в сравнении с другими. Определенные физические качества могут быть предпочтительны в определенных видах спорта. Но в дзюдо вы можете компенсировать ваши недостатки самыми разными способами и найти лучшее применение вашим сильным сторонам для того, чтобы стать дзюдоистом. Это то, во что я верю. Если вы хотите продолжить свой жизненный путь в дзюдо, я хочу пожелать вам использовать все свои сильные стороны и усердно работать, следуя ясной цели. Продолжение следует...